Всем привет! Этот ролик мы записали вместе с владельцем Tesla Model S, который ездит на своем автомобиле в повседневном режиме с довольно широкой географией поездок по России и не только. На этот раз удалось взять Tesla Model 3 2018 года выпуска, на который была возможность протестировать некоторые последние обновления программного обеспечения. И я не говорю сейчас про такие моменты, как русификация интерфейса, которая появилась для стран СНГ буквально месяц назад. Больше всего интересовало бета-тестирование последней версии Автопилота, а также его актуальная рабочая версия на каждый день. И конечно не обошли стороной ряд вопросов про эксплуатацию и владение электромобилем Tesla в целом. Какие-то... Она пугается вот таких вот товарищей... Перестроение я запросил. Оп, смотри, видел? Чувак у нас перестраивался, она определила его и не перестроилась куда-то, в Киев. После твоей Tesla Model S. Какие у тебя замечания? Ключик где? Ключ? Ну нет. Да, дай. Так, оператор. Вот это ключ от Tesla Model 3 получается? Это ключ, да, от Tesla Model 3. В основном все пользуются даже не этим ключом, все пользуются просто приложением. Открывают, закрывают, используют приложение. Что мне не понравилось? Я могу ключ от своей машины, закинуть в рюкзак, или жена кидает сумочку, и мы не знаем где он, где ключ. А, идентификации нету, нельзя найти получается? Нет, не то что... То есть ты не должен доставать его каждый раз, когда подходишь в машину. Здесь ты должен доставать и приложить его. И дальше я покажу, когда ты сел в машину, ты его должен положить на определенное место. А, то есть тут алгоритм получается, заводом машины он несколько другой. Да, то есть у меня карта, бесключевой доступ, он просто лежит в машине, машина определяет, что я подошел, она выдвинула мне ручки. Здесь это не работает. Давай посмотрим. Ну вот она сейчас открыта, сейчас мы ее закроем. Так, сейчас она закрыта. Сейчас она закрыта. Давай с этой стороны. Так. Я должен подойти, вот сюда приложить эту карточку. Ага, тут механическая ручка у нас уже. Ручка механическая, да, она не ломается. Здесь все сделано, чтобы это максимально было надежно. Эта машина сильно надежнее, чем удалось. И дальше, что мне не нравится? Я ушел из машины, как бы далеко я с этой картой не ушел, машина не закроется. Она будет открытая. Вот это что? Да. Ну, либо я с приложения должен закрыть, либо вот так. Возможно, когда я буду использовать электронный ключ в телефоне, что-то будет другое. Владельцы Mobile 3 могут там в ролике написать снизу, в комментариях, внизу в комментариях, что в приложении там работает по-другому. Но с вот таким ключом подошел, ничего не происходит. Вот я близко, вот ключ. Сейчас, кстати, вот на экране, здесь снимешь экран, нажмите ключ-карту. И сейчас, так как кто-то пытался подойти, подергать ручку и попасть в машину, вот эти все камеры в машине, это Century Mode, они записали попытку человека подойти к машине. Это был очень популярный ролик, его все показали. Когда BMW X5 поцарапала. Да, девушка автоледи поцарапала. То есть, вот это все здесь работает. А вот, я попробовал поехать, как я привык, нажал на тормоз. И она говорит, что я не поеду, пока я не положу ключ-карту вот сюда. Как в отеле, да? Да. Но проблема в том, что я уже снял куртку, куртка у меня сзади. Мне теперь нужно тянуться, доставать куртку, вспоминать, в каком кармане у меня ключик. Оп, в этом кармане. И положить его сюда, нажать на тормоз. Все, теперь я могу... Вот здесь вот местечко такое. Да, вот здесь местечко. Вот, но открыть-закрыть, она сама не открывает, не закрывает. Мне это непривычно, я привык, подошел, она открыла. Все, она теперь будет открыта постоянно, пока мы не приложим картерю. Это костыль, замечание после Model S или нет? Ну, мне не нравится. Тебе нравится больше, как в твоей? Мне нравится, что я закинул ключ, мне не надо, если я сейчас подхожу, там, в каком кармане, где, что, как. Мне приятнее по-другому. Так, первое замечание, следующее. Ну, она для меня маловато в салоне, хотя там достаточно много места. То, что нужно прикладывать, соответственно, карту, там тоже, ну, вот это все по управлению. Ну, и салон мне больше нравится, конечно, в S. S плавнее, за счет пневмоподвески, естественно. Ну, это уже сейчас мы сядем, мы же можем практически прокатиться. Да, мы сейчас сядем, она плавнее, но за счет этого S и рулится сильно хуже, но это мы перейдем к плюсам. Плюсах у этой машины очень много даже по своим смоделям. Так, какие-то минусы еще вспоминаются? Маленький, ну, багажник, самый большой для меня только минус. Во-первых, он ручной. Но на 21-м году уже он, естественно, электрический, но эта машина 18-го года, он ручной. Здесь даже не предусмотрено. Ничего нет, да, то есть это либо мы Китай какой-то доставляем, либо покупаем более свежую машину. Подсветка синяя сами ставили? Без понятия. Она и в салоне, да, синяя, ставили ли ее отдельно или нет. Алькантара, голубая подсветка, это ее родной или это вы доделывали? Это колхозник в США сделал. Очень маленький, неудобный проем для меня. То есть детское, там у меня кресло, у меня в Model S она открывается стекло, как hatchback. Ну, как спортбэк, так получается. Да, как спортбэк, да. Здесь неудобно что-то большое загружать. Я достаточно часто этим пользуюсь. Багажник меньше. И передний багажник тоже сильно меньше. Ну, такой, да, условный можно так его назвать. Да, ну, он больше, чем у всех конкурентов и так далее. Зато вот есть штука, которую любят все тесловоды, вот этот крючок. Пакеты вешать? Да, вешать пакеты. Как в Шкоде. Да. Но на 21-м году они убрали эти крючки. Экономят, что ли? Хотя пластик тот же. Там особо не наэкономишь, да. Но просто они убрали. Не знаю почему. Логика Tesla, ну, часто не поддается объяснению. Они ставят более дорогие двигатели, проводки, чарджеры и все остальное. Ну, убрали вот этот пластмасс. Значит, второе замечание по поводу багажника, заднего, переднего. Еще какие-то запомнились? Ну, пока вот это вот. Основное. Она как-то, ну, ощущается чуть-чуть проще. Чем Model S, да? Несмотря на то, что она свежее. Она свежее, ну, давай начнем с того, что она в 2,5-3 раза дешевле. Чем Model S. Чем Model S. За эти деньги вообще эти комментарии не проходят. Что у нас вообще за машина? У нас это Dual Motor. Это двухмоторная версия. Есть еще Performance. Когда машина Performance, здесь идет такая черта. Это подчеркнуто. Тогда эта машина там под 500 сил. А это сколько? Это 500 сил, это я сейчас прокомментирую. И у Performance красные суппорта. У нас серые. Да. Что здесь сделано? Здесь машина 18-го года. И она была, по-моему, в районе 300 сил. Но ее перепрошили под Performance. В 18-м году ставили одинаковые двигатели на Performance и не на Performance. И ограничивали просто программную мощность. Соответственно, ребята программно ее вернули. Но пока суппорта не поменяли на Performance, то я видел их. Ну, то есть не было смысла покупать версию Performance. Можно было купить, в общем-то, Dual, как? Dual Motor. Ну, как не было. Был смысл. Во-первых, там идут диски совершенно другие. Там сразу суппорта другие. Смысл я в том плане, что можно доработать. Да, доработать легко. В 21-м году, насколько я знаю, уже такая система не работала. А, то есть это только вот этот модельный год. Это только да. Да, вот, привет. Слушай, сейчас ролик снимаем. Ребят, возник вопрос. Сколько стоит перепрошить из обычного Dual Motor в Performance? Тысячу долларов стоит перепрошить. Окей, сколько будет стоить суппорта поменять? Не, я знаю, что не каждую можно перепрошить. Там только определенные. Около трех тысяч долларов. Это что стоит? Это комплект суппортов, да? Если нужно. Диски, колодки суппорта, проводка, тормозные шланги. То есть там много меняется. Порядка трех тысяч семисот долларов. Это активация навигации и все. От трех двести до трех девятьсот, в зависимости от года и всего остального. Все, понял. Понял, спасибо. Давай, если что, еще наберу. Сколько сейчас вот эта машина, если покупать ее, как считаешь? Ты же знаешь цены, рынок от осел? Ну, можно будет посмотреть на автору, но я думаю, что это тоже в районе трех с половиной, так же миллионов, как и моя Model S. 18-го года Model 3, как и... 14-го года Model S. Model 3 полный привод, Model S задний привод. Здесь есть автопилот, там нет автопилота. Слушай, так тут плюсов больше, чем у Model S. Здесь плюсов больше, да. А что ж ты говоришь, тебе Model S больше нравится? Мне больше нравится, она комфортнее для меня. Понял. И вот эти всякие там, мне нравится пневма, мне нравится то, что пневма запоминает местоположение, где ты проезжаешь, где надо поднялась, где надо опустил. А, ну тут пневма нет, да. Здесь пневма нет. Понял. По поводу езды, давай в салон присядем? Давай. Ох, как тут тесновато. Так, вроде бы сил. Слушай, ну тут даже на пассажирском, если честно, тесновато. Вот я сел. Это не смотря на то, что я небольшой, да, со своим ростом. Она меньше. Вот здесь также профили пользователей. А, ты под себя сделал профиль, да? Да, да, это не сложно, его можно в любой момент. А, вот смотри, одно отчет события охраны, одно событие произошло. Это событие, видимо, когда ты... Это когда мы, да, сейчас я сам еще не до конца пользуюсь, а это наоборот запись. В общем, где-то это можно посмотреть. То, что оно отрубило нам автопилот. Нет, нет, это то, что мы дергали ручку без ключа. Что? Ниша? Ниша. Сюда ставят беспроводные зарядки. Здесь ее нет. Где-то она открывается. Здесь ее, в принципе, нет, да? Ну, не стоит в этой машине. Может, Михаил снял, не знаю, может, куда-то необходимо. Просто такое ощущение, что что-то снял. Да, 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 здесь не та беспроводная зарядка. Здесь будет еще ниша. Большая. Да, большая с его проводами. Сюда можно вывести зарядку. И вот здесь у нас подлокотничек такой. Вполне стандартный. Небольшой, не маленький. Есть. Главное, широкий сам подлокотник, что можно руку положить. Подлокотник, да, достаточно широкий, классный. Честно говоря. Это родная? Вот это, по-моему, аквапринт или что это? Это пленка? Это было, нет. Было? Не трогали? Можно посмотреть. Это просто видео. Я знаю, что оно записывает на флэшку и потом ты просто с флэшки смотришь. А, ну вот таким образом это происходит? И сейчас обновленное приложение, ты можешь в приложении, просто этой машины, естественно, нет, в моем приложении спрашивали в прошлом видео русский язык, вот здесь полностью русский язык и это не они допилили, это Tesla уже прислала русский язык. Официально Tesla, русский язык? Официально Tesla, официально русский язык. С какого момента русский у Tesla? Где-то месяц, как всем стало приходить. До этого не было русского вообще? Нет, не было. Все на английском? Все на английском. Слушай, ну это большое подспорье. Видимо, да. Но не про тебя говорю, вообще в общей массе целевой аудитории это полезно. Это очень здорово. А самое классное, что для меня большим подспорьем стало, навигация теперь тоже на русском языке. Ты можешь вводить адрес на русском, у меня... Клавиатура на русском. Клавиатура на русском, да. Да, да, клавиатура на русском, так что я покажу. Это и у тебя модул С также, да, сейчас? Да, но я не обновил еще, надо будет обновить. Вот видишь, полное самоуправление бета, я не могу его включить. Почему полное самоуправление отключено? Основываясь на последних данных вашего вождения, функция будет восстановлена со следующим обновлением ПО. Это то, что ты на телефон пытался посмотреть. Да, 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 я поигрался. Вот камера, которая следит, чтобы глаза были на дороге. Понятно. А ты что можешь сказать по работе самого автопилота? Вот именно в Москве его работы твой опыт и отзыв. Что ты скажешь? Пока не очень нравится. Почему? Немножко дерганный. Иногда притормаживает в ненужных моментах, но он, видимо, обучается еще. Очень удобная штука на трассе. Очень. Вот я сегодня ехал по платничку, по нашему, я там даже часть видео тебе перешлю, как она управлялась. Очень по трассе удобно. В городе она останавливается, я не знаю, сейчас, бета, пока я ее не сломал, бета останавливалась на светофорах, пешеходные переходы. Все, она везде, где нужно, притормаживала, определяла скорость по знакам. Это тоже, этот автопилот неполный тоже определяет его по знакам, тоже рулит. Классно, слушай, они растут, она с каждым, там, каждые 2-3 месяца, когда приходит обновление, она все лучше и лучше и лучше и лучше становится. А скажи, пожалуйста, вот автопилот, он основывается помимо камер и, ну, радаров, которые тут присутствуют наверняка, оно основывается на картах каких-то своих? Да, навигацию она тоже использует. То есть есть здесь навигация на автопилоте, в России она не очень работает, а в Америке, и ты прям по навигации из пункта АКМУБ сел и приехал. Ты не боишься, что она развяз? Да, конечно, боюсь, слушай, успокойся, конечно, боюсь пока. Во-первых, есть где-то хороший ролик в интернете, как ты славоды пользуются автопилотом, то есть первый день, ты вот так вот едешь, и нога, вот я пока так езжу, то есть у меня нога стоит прям в миллиметре от педали газа, руки вот так вот трясущиеся, и я боюсь, что она меня куда-то в какой-нибудь отбойник приземлит. И потом постепенно там одна рука остается, вторая, и конечная стадия, когда ты на подушечке вот так вот спишь, и машина тебя куда-то везет. Ты на какой стадии остановился? Я пока так вот руки чуть-чуть дальше уже от руля опускаю. Еще раньше, и в предыдущем ролике я, по-моему, это говорил, автопилот, можно было там вставить апельсинку, и машина чувствовала как бы руку. Или что-то тяжелое сюда одевали, там магнитные какие-то штуки. Кто такой придумал? Американцы это в СНГ? Что, на знак считала я и замедлилась? Нет, это я замедлил на всякий случай, потому что... А, пока нет руля, да, что? Потому что она не видит впереди... Роль есть? Да. Ну, все, поехали. Все, поехал автопилот. Пока ему не доверяю. Ой! Сам, сам, сам. Очень, конечно, прикольно. Да. Так что, было и на экранчик, и здорово. Жень, обглядка. В ходу навигации тоже ясно. А на Model S эта навигация вообще возможна? Да, но у меня же навигация работает. И автопилот? Ну, на более новых, да. То есть, автопилот до какого года не работает? Вот я, например, хочу купить Model S. Не Model 3, а Model S. И у меня с какого года, надо знать, что было? С 15-го где-то начались автопилоты. Когда датчики пошли? Да, когда датчики. То есть, вот если там на крыле нет датчиков, значит, автопилота нет. Но автопилот тоже есть. Автопилот есть первого поколения, второго и сейчас третьего. То есть, железо третьего поколения сейчас идет. Там ждем все выходы четвертого поколения железа. Ну, видимо, что здесь все-таки какое-то второе, да? Здесь, по-моему, третье, да. А, уже даже третье. Кстати, по поводу места сзади. Вот у нас оператор, Павел Сергеевич, сейчас он пристегнется. Давай, подержу. Так, по поводу места сзади, Паш, что скажешь? Мало? Мне удобнее, чем в... В тройке? В БМБ? Нет, в предыдущей Тесле, на Костиной. Ну, чем удобнее даже, чем Model S. Да. Ничего себе. Это ты заметил, да? Там посадка была неудобна. Здесь, как стандартная... Ну, в обычной машине. Там чувствовал, что как... Ну, неудобно мне было. До езды, вот твои замечания. Ты, когда сел за руль после Model S, хуже, лучше по поводу динамики, комфорта подвески и вообще, в целом... Другая. Вообще, вообще другая. Мне не нравится руль. Не нравится. Не нравится. Ну, давай проедем сразу сейчас. Да, он... Я как пассажир. Руль узкий. Мне... Не, не узкий. Тонкий обод руля. Мне это не нравится. Там хват руля приятнее. Постепенно я к этому привык. Model S... На ней ты едешь спокойно, вальяжно, комфортно. Здесь тебя она провоцирует поездить лучше. Model S она валкая. Здесь никакой валкости. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет. Она... Опасное вождение. Очень... О, прекрасный свет светофора. Специально. Он чувствует. Да. Так, ну мы сейчас можем... До ста сколько мы разгонимся? Ну, до ста нельзя. 60 в городе. До 60. Смотри. Хорошо, ты можешь просто утопить? Да, могу. Давай. Сейчас мы послушаем. Ох! Слушай, перегрузки. Все, тормози, тормози. Табление, по-моему. Да, да, неподготовленному человеку хорошо таблетки пьют. От страха? Да нет, ну все, 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 я понял. Я понял, да понял, я понял. Это космонавт. Да? Блин, да все, слушай. Там ведерко есть у тебя в багажнике? Ведерко? Это не моя машина. Слушай, а что нам датчики показывают? Она показывает... А куда она чувствует? А, то есть человек прошел, она нам показывает? Она показывает машины. Она определяет, даже это легковая или грузовая. А вот стрелочки показывает, куда прямо. Вот давай вот направо на Большую Академическую. Там сейчас люди будут, может быть, еще кто-то. Нет, тут люди. Она едет вообще Большая Академическая. Давай мы какой-нибудь... Ну давай прямо. В такое время. А, поехали. Сейчас мы съездим, нормально проедем. На платке? Автопилот, да. Вот видишь, он показывает? Да, он прям четко колею берет. Давай попробуем. Вот видишь, руль нарисован. Да. Все, вот. Так. Держит нормально. Выезжайте, да, держит она отлично. Выезжать я лучше буду... Руками? Да. Ну, слушай, там бетонная стена. Я боюсь, что... Я еще не... Такое, мы не переживем. Таблетки от давления не помогут. Таблетки от давления не помогут. Ой, как... А, ну вот, ну сейчас пробки и... Эх, так, 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 тихо, 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 тихо. Так, Костя, мне нравится тестировать быстрые машины, но мы люди неподготовленные. Проблемы индейцев являются... Понял. Слушай, она четко, она четко показывает все машины, да. Она еще и людей показывает отлично. А вот сейчас людей на остановке должны поймать. Проехал, человек решил выбежать резко на дорогу, и у меня машина остановилась. Я его ночью не видел. Это что? Да, 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 да. Ну это гораздо лучше. А вот, вон тебе светофор показывает, что он красный. Вот как он его видит? Кстати, там, не знаю, ну метров 50, наверное, тучит. Здесь еще тебе, если там никого нет, он тебе напишет, что, особенно на бете, он писал, что остановлюсь. О, видишь, зелененький загорелся. Он его прям сразу срисовал. Под углом, ну вот мне хорошо, мне видно, моим взглядом отсюда, как она, чем она его видит. Причем он машину, кузов сидит. Ты посмотри машину, через сколько машин, он показывает тебе, какая там машина едет. Стоп-линия. Стоп-линии, все видит. Так, подожди, там, аккуратненько. Он умудрялся, на, пока я не сломал FSD-Betto, он выбирал мне, в каком ряду мне будет лучше ехать, и он сам перестраивался между рядами. Причем я вначале не понял, почему он перестраивается. Казалось, в том ряду лучше. Ну вот, поехали, вот так. А этим колесом, видишь, здесь максимальный сквозь 31, я могу ему разрешить максимум ехать больше. Ты колесиком, да, это делаешь? Да, колесиком, да. Вот он сейчас пропускает автобус, видишь, он видит автобус. Причем он его пропускает, он четко отрисовывает все кузовы. Да, весь желтый седан, да, фургон. Вот я ничего не делаю. Остановка на светофоре через 25 метров, потому что красный сигнал светофора. Слушай, ну, но дистанцию он выдерживает. Дистанцию можно даже уменьшить, увеличить, где-то я находил, вот, вот, смотри. Три кузова, четыре, пять, шесть, семь кузовов. А, он именно в кузово. Это минимальное. Минимальное два кузова. Мы сейчас минимальное стоим? Да, мы минимальное. Слушай, ну, это не по-нашему, смотри, там, две машины. Сегодня меня уже так подрезали раз в восемь. Из-за такой дистанции? Влазит народ из-за такой дистанции. А в Америке что, культурно такси ездят? Никто не влазит? Это же американские алгоритмы. О, человек нам показал. Да, человеку показал, слушай, алгоритмы американские, но... Перформанс, ты можешь либо купить сразу машину Перформанс, либо ее доделать. Ну, мы узнали цифру примерно. Да, на доделку мы цифры узнали. Все, пожалуйста, хочешь, либо покупай сразу, доплачивай, Кстати, такая же разница примерно. Да, да, разницы особо нет. Ты просто, ну, кто-то купил сразу Перформанс, кто-то... Поэтому я и говорю, что проще по мне купить сразу Перформанс, чем доделывать. Вот, ну, ребятам... Ну, в России выбирать не приходится. Знаешь, что привезли, может быть, человек ищет, не хочет там из Америки ждать. Да. Что-то продают, вот перепрошить. Вот, то же самое касается там навигации, ну, вот, работы автопилота. Тоже, в принципе, деньги-то... Единственное, что понимаешь, вот смотри, вот ты включь, включь все это, да, навигацию, автопилот, поддержка. Это же тоже официально у нас не представлено. Это к ребятам обращаются. Вот, какая поддержка, что тебе? Ну, лучше ошибки повыскакивали у меня. Ну, как бы... Ну, то, что я ее сломал, ну, не ломай. Дальше то, что... Ну, хорошо, вот. Мне нравится, кстати, то, что я сломал, не ломай. Не ломай, да. Автопилот, да. Да, у меня... Во-первых, ты можешь не быть бета-тестировщиком. Бета-тестирование – это бета-тестирование. Когда ты скачиваешь себе бета-версию, у тебя тут такое большое пользовательское соглашение, которое ты должен подтвердить, что ты готов быть бета-тестировщиком, получать то, что не видят другие. Будь добр, следи за дорогой. Не пытайся снять друзьям stories, что «а, я еду на автопилоте». Попрости соседа. Не хочешь... Твоя ошибка. Да, моя ошибка. Тебя же не было рядом с камерой. Соответственно, даже вот здесь перепрошитый, да, автопилот, там, в это... Хорошо, он выключился, но функция будет восстановлена со следующим обновлением ПО. Обновление придет, вернут бета-версию. Тебя как бы... Реабилитируют. Реабилитируют, да, пока... Жди. Возможно, сейчас, пока мы будем кататься, мне напишут, скажут. Зеленый. О, слегка поверните руль, вот, видел? Он написал, потому что я не смотрел на дорогу, когда она начинала. И вот я пропустил вот это слегка поверните руль на FSD-бета. Вот я сейчас посмотрю по сторонам. И сразу хлопнула она... Да, да, но сейчас она не так, видишь? Я расслабил, а вот, допустим, попробуем перестроиться. Я ей сказал, что я хочу перестроиться. Что она говорит? Она говорит, что там машины, поэтому она выберет момент, когда будет безопасно перестроение. Вот, смотри. Оп, показывает. Оп, нет, небезопасно машина. Как там тебя пропускают, Валя? Перестроимся, чтобы перед людьми неудобно не было. Слушай, ну вот с такой динамикой действительно можно перестроиться. Это же у нас на платник. Да, да, это на платник. Ну и надо будет подняться на эстакаду и там... Да, да. То есть мы... О, а, видишь? Я менял полосу без указателя поворота, как нормальный владелец BMW. Не использую поворотник. Она ругается, потому что считает, что я просто забыл, где я еду, потерял контроль и меняю полосу на алярку. Видишь, она показывает тебе даже прорисованные полосы на асфальте точно и езда. Ну вот тут полосы, они довольно плохи здесь. Здесь не очень хорошо видно. Вот сейчас мы рискнем поиграть на... Там достаточно жесткий поворот, острый. Во-первых, она вводит быстрее, чем я. В поворотах. Она в повороты входит рище, чем вхожу я. Она должна знак сейчас увидеть. 30 километров у нас. И должен... Да я поставил, по-моему, чтобы она ориентировалась не по знаку, но потому как я ей сказал ехать. Ну тут, слушай, быстрее нас люди пытаются... Слушай... Но когда была бета, она лучше рулила. Она реально сильно лучше ездила. То есть сейчас это, конечно, нужно... Ну то, что сейчас у нас она начала кричать и немножко дергать, такого бы не случилось. Ну на бете нет. Она на бете... Я прям понял разницу очень сильно. Дура. Вот смотри, перестраиваемся. Она сама, видишь, перестраивается между рядами. Да, довольно уверенно. Да. Можно ей разрешить больше скорость набирать. Вот видишь, я... У нас разрешенная здесь больше. 80 здесь разрешенная. Мы разрешим ей 80 и можно даже 90 разрешить. 90. Перестроение я запросил. Оп, смотри, видел? Слушай, у нас перестраивался, она определила его и не перестроилась туда, в Киев. Да-да-да, он начал вырезать, но не то чтобы вырезать, без поворотника в нашу полосу. Когда в нашу полосу, она его определила и... И она нас вернула, да. И вернула обратно. Слушай, обалденная тема. Это не я, она сама. Так, ну как? Так, вот тут тормозить люди начинают. Она сама. Ну, опасно. Да, опасное вождение. Не понятно, что происходит. Командир. Тут участник дороги просто. Ну, я бы, на самом деле, она бы, скорее всего, поехала бы дальше, но я перехватываю, я пока боюсь откровенно ей доверять. Да, я тоже боюсь откровенно тебе сказать. Такого я боюсь, она с задним этим ходом. Все, обратно мы вернули автопилот. Я говорю, сейчас... Что опять мне нравится? Да, она возмущается, и я автопилот переключил, потому что я... Вот смотри, по идее, все, мы вышли на Платник, заняли свою полосу, и вот до Солнечногорска я... Все, да, я могу сейчас разрешить и там 90, 100 ехать, вот 90 я разрешил. Ну, тут у нас 80 разрешенная. Да, 80 разрешенная, она вот показывает разрешенную. Если сравнивать с адаптивным круизом, там, у Вага, например, ты ездил? Ездил, да, вообще несравнимый. То есть абсолютно разная история. Во-первых, насколько я помню, когда я ездил на дупину круизе Вага, если ты на светофоре остановился, она потом сама не едет. Здесь... Ну, там несколько секунд, нет, если ты пробки, там есть задержка. Вот, если... Нельзя просто полностью эту задержку убрать. Если ты стоишь на светофоре, то дать, и надо газ на уже. Сюда же? Да, 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 на правую, чтобы... А он нам не проходит. Какие-то... Вот таких вот товарищей... Это Россия детка. Да, это Россия детка. Что мне нравится в Тесле, что они каждый год, несмотря на практически не меняющийся дизайн, машина каждый год становится лучше, лучше, лучше. И они добавляют какие-то фишки, они добавляют другие двигатели. Они все меняют и не кричат об этом, не делают там фары, реснички и все прочее. Ну, потому что сейчас берешь любого, не знаю, масс-маркет корейца, крето выпустили, ну, без слез не взглянешь. Через полгода рестайлинг, ну, через год, ладно. Пока еще на дорогах появились, видел, да? Да. Они уже залезли. Что? Не видел. Да, не видел, парня. Ну, переход. Да? Вот зато вот это вот. Да, вот человек занимается. Собирали бы. Ну, слушай, зато этого бы не сбили, в который багажник. Так что тут кому повезет, Тесла сама выбирает. Естественно. Кого, сказать, клюнуть, кого оставить в покое. А лежачие как она? Она видит их? Нет, не видит. Миша, прости. Я попробую, не буду. Понятно, машина не та самая, казенная. Мне жалко, короче говоря, лежачих полицейских она не видит. Понятно. То есть она 60 будет держать? Она будет держать. И ты головой выбьешь это самое. Да. На FSD она, по-моему, у меня определяла знаки лежачего полицейского и замедлялась. Но я проехал на FSD только вчера и все. Ну, FSD это, так скажем, расшифруем. Да, это бета-версия. Ну, FSD это вообще full-sale driving. Здесь тоже есть full-sale driving. Но здесь старая версия FSD, по-моему, стандартная, 9-ая. А бета-версия 10.5, и она, конечно, меняет вообще все. Вы бы перевели... Английский... Полностью... Управление полностью без участия водителя. Да, да, да. Full-sale driving это полностью самостоятельное вождение. Ну-ка, видят людей, студентов? Одного только, одного из пятерых. Кто хорошо учится, то вон и видит. Или того, кто учится на инженера. Так, 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 все. Опять не предупредил. Слушай, мне сегодня две таблетки надо было вместо одной. От давления. Так, ну мы вернулись. Проехали очень классно, но знаешь, я заметил, что... Что ты, как бы сказать, переживаешь, концентрируешься за управлением. Конечно, я боюсь, пока я не доверяю. Я два дня езжу на этом автопилоте. Я же тебе сказал, что есть эволюция людей, которые ездят на автопилоте. Чем дальше, тем они больше доверяют. Причем вчера у меня были впечатления от машины хуже, чем сегодня. Я чуть больше поездил, и мне она больше начинает нравиться. Вот за счет вот этого управления, за счет своей резкости в поворотах, за счет того, как она их проходит, она доставляет больше удовольствия именно от вождения. Я, как пассажир, сильно заметил нехватку шумоизоляции. Потому что я, знаешь, про что думаю? Я, как человек, который будет монтировать, я представляю, я включу, будет фоновый шум. Да. Сильный. Я, причем, наверное, на итогу, ну, на монтаже все-таки его как-то попытаюсь убрать. И люди, которые будут смотреть этот ролик, они не будут ощущать. Но своими словами я могу сказать, что даже после моего Шкоды, моего Кодиак, да, шумоизоляция здесь хуже. Шумоизоляция сильно хуже, чем в Model S, естественно. А в новый Model S, который вот Plaid, там шумоизоляция, люди, это просто изумительно. Ну, там сколько за нее просят? Это уже не наши бюджеты. Это не наши бюджеты, слушай, но она через пару лет станет. Во-первых, ты можешь брать, во-первых, ты можешь брать не Plaid, ты можешь брать просто Long Range, который будет тоже ехать там 3 секунды до 100 вместо 2, 3,5. Ну, обычно у человека вообще, мне кажется, да, да, но он. Да, там вот этот штурвал, я все хочу поездить, покататься, посмотреть на нее, тоже мне очень интересно. Пассажир, что скажет по комфорту сзади, по шумоизоляции, по подвеске? Вы сильно придираетесь. Я придираюсь, да? Да. Тебе нравится? Все устраивает. Чтобы у меня в ухо что-то било, не знаю, отвлекало меня, либо, ну, мешало мне, что вот сидишь, должен быстрее выйти. Нет такого? Ну, шумит уж и нет, ну что. Смотри, ты... Просто придираетесь. Паш, ты много на тройке BMW ездил. Так, на тройке. То же самое, да? Да. А шумка хуже? Ну, я говорю, шумка такая же, как на тройке. А, как на тройке, ты считаешь? Мне кажется, да. Может здесь спереди так больше шум? Может и за панорамой, но трудно. Ну, сидеть, но сзади намного лучше. А, комфортнее, да, сидеть вообще? Они мягкие, и я сижу по высоте. Там я сегодня балл. Посмотри, место сзади, в маленькой машине, сколько длинок? С какой у тебя рост? 175. 175, вот где у тебя? 173. 173. Вот два человека, прям нормальное место. У тебя много, да, там места? Да, там. Я вообще выпрямлю, смотри. Ну, мы мелкие, а если два, там, по 190, себя, ничего с проблемой. Ну, а в какой машине двум по 190 прям комфортно? В Субурбане или в Скалейде? Ты садишься в машину класса тройки BMW. Ну, в общем, да. По размерам. И по цене, которая даже дешевле, чем тройка BMW. В тройке BMW, кстати, не сядешь. Мы с тобой сидели, ты спереди, я сзади. Все. Я сижу там, не могу. Ну, то есть, мы-то, давайте сравнивать машины, одноклассники. Это машина, конкурент тройки BMW и Mercedes и C-класс. Сзади места двум людям. Ну, вот у меня 186. Вот за мной как-то место вот можно подснять. Ну, с учетом того, что нету тоннеля. Так, диджайка не покажет. Ну, камера основная. Что нету тоннеля, места кажется много. Ну, надо... Ну, вообще, да, достаточно согласен. Ну, сядь. Да, Паш, подвинься, пожалуйста, вправо. Сколько у тебя? 186, да? 186, да, у меня роста. И 175 за тобой. Да, и при этом можешь снять, что у меня ноги вот практически выпрямлены. То есть, я сижу максимально комфортно, никаких... Так, тест. Пока перевезешь. Практический тест. А, вот головой бьешься. Кстати, второй раз уже. Вот, ладно, вот косяк. Ну, ну, не перел... Не без этого. А у Model Y и у новых троек вот этой штуки уже нет. У них цельная стеклянная крыша. Так, ну, смотри, у тебя... Ты касаешься коленами? Вообще, очень комфортно. Очень комфортно? Лучше, чем в тройке BMW, намного. 186, 175. Ну, коленами все равно задеваешь. Ну, нет. Ну, не... Ты как? Ты же не как в автобусе едешь, вот так вот сидишь. Ну, как? Сел человек, развалился, все, вот тебе колени-то их распахнул, все, сидишь. Ну, понял. Все, ладно. Ты понимаешь, я пытаюсь все-таки объективность нарыть какую-то. И объективность всегда, ты же знаешь. Ну, да. Ладно. Я никогда... Мы просто к шумке. Ну, не знаю, что вот... Можно сказать, да, машина 3,5 миллиона, давайте не шумку. Но опять же, за 3,5 миллиона ты другой получаешь. Ну, да, да. Да, за 3,5 миллиона получаешь... Ты понимаешь, какая машина тебе даст динамику 4 секунды за 3,5 миллиона сегодня? Ну, как я... Копейка переделанная. Не, ну, открывается и переделанная. Как-то такое. Она открывается, кстати, или это просто стекло? Нет, это просто стекло, ничего не открывается. Кстати, не LED-овские лампы, эти самые обычные. О, я нашел, где аварийка. А, ты не знал, где аварийка? Я не знал, где аварийка. Слушай, а как спасибо говорить? Вот смотри, вот постоянно вот тыкать в потолок, что ли, ездить? Тыкать в потолок. Ты где машина в потолок едет, тебе надо чем-то заниматься. А тыкать в потолок пальцем. Ну, слушай, нашли аварийку. Так, стекла... Там разбитое, да. Вот тут, кстати, белый, белый светлый, да. Здесь она все магнитная. Магнитная, слушай. Кстати, в S моей вот здесь не подсвечивается. Угу. Ну, по качеству, знаешь, вот в руку берешь и чувствуется, конечно, что не хватает. Но вот эти фишечки, типа магнитная, прикольно. Да, ну вот она ездит все, как это, как положено. И потолок. В принципе, согласен, тут от этой машины ждать надо другого. То, что я пытаюсь придраться к каким-то тактильным моментам, это все-таки придирки. Ну, она такая, как на MLS-ке, да? Кожа, да, тоже, наверное, не стоит. Ну, это же не кожа, это вот, они сейчас там, эко, био, там, все там, как положено. По музыке есть разница с твоей, с Model S? Слушай, да не заметил я особо, честно скажу. Ты не меломан, да, наверное? Да, меня устраивает. Ну, смотри, и там, и там премиум музыка. Что это значит? Ну, у них, ну, улучшенная музыка. Вопросы основные, которые, ну, очень много комментариев ты сам читал, что все это игрушка там ездит 300 километров. Вот эта машина, она сколько километров от зарядки одной проезжает? Конкретно эта. 450, 500, она проедет. Это реальные цифры? Ну, реальные. Или на бумаге? Нет, на бумаге там, по-моему, даже у Long Range можно, там, с сайта Tesla взять, попробуем, поиграем. Неисправная система безопасности. Ну, это сапожник без собок, они не сняли ошибку. Это же машина кого? Понятно. Руководитель Тесла сервиса. Кто делает хорошо другим, но забывает сделать себя. Да, 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 когда я брал у ребят и сказал, что будем снимать, они такие, у нас там машинка, мы не сняли. Кстати, сейчас к ним очередь, почти две недели, чтобы попасть. Очень много стало появляться Тесел, люди стали покупать Теслу. С какого периода? Не после наших интересных рассказов. Да, а после того, как все машины стали дорожать по-дикому по скорости, а Теслы стали дешеветь, потому что нулевой НДС и через Белоруссию можно ввести. Ну, кстати, интернет, да, то есть сим-карта европейская, LTE работает уже, там, не у всех американских машин, это отдельно надо менять, чтобы у тебя... Это принципиально отвечает. Ну, тут надо много поменять. Вот такая вот штука, чтобы работали суперчарджеры в Европе, есть вот такая вот чудо-штука, когда ты приезжаешь в Европу, ну вот европейский вход вот такой, а американский выход вот такой. Ихотничок, чтобы суперчарджер работал в Европе. Это когда я покупал, не было такого варианта. То есть я, может быть, и рассмотрел американку, когда... Сколько, смотри, я купил американку, сколько денег надо вбухать, чтобы мне переделать нормально вот с LTE, с такими зарядками, что надо... Сколько там... Смотря, что тебе надо. Вот этот переходник, там, пару сотен долларов стоит... Вроде фигня, да, пару сотен. Ну, она фигня, да, эта фигня должна держать, там, 150-200 киловатт электричества. Соответственно, ну, ты видишь по весу, она прям вообще нелегкая. Прилечная, да, такая... Да, у нее приличный вес, она прилично сделана. Если она будет, там, секретный сплав фольги и картона, сгорит все и все вокруг. Так, вот, Model 3 Long Range, ну, вот ее цена в Америке 45 тысяч долларов. И проезжает она 334 мили. 4,2 секунды, кстати. 4,2 секунды. Ну, это базовая версия. Нет, это... Да, а Performance сейчас едет, там, 3,3, по-моему. Ну, все, железо приказало долго жить, доломали. Да, ну, она не обновляет. Может, ему интернет медленно здесь. Чего, 4 секунды? Небольшая разница. 3,3. А, 3,1, да. 3,1, Performance сейчас едет, но вот это, конечно... Ну, кстати, это может из четырех, я думаю, это выезжает, потому что очень оно шикарно едет. В следующий раз надо на съемке этот дрэгги взять. Ну, слушай, нам 4,2, 334 мили, мы нехитрым вычисления, может быть, не европейские зайти, да? Слушай, у тебя даже обои, да, у тебя Тесла, там, извини, я уже посмотрел. Да, да, сейчас я верну. 3,3,4 умножить на 1,6. Все, она должна проезжать чуть больше 500 километров. Должна? Да, ну, соответственно, там, реально... Ага, понятно. А, это твоей-ка? Ну, в смысле, модуль, желал, да, я фоткал. Понятно. В общем, любители Теслы, они любители Теслы везде. Да, да. Так, смотри, вот мы сейчас стали разговаривать по поводу запаса хода. Смотрел ролик Академика, как он на тройке из Питера ехал в Москву? Да, посмотрел. Правильно он проехал и правильно его замечание, что это не те машины, когда... Быстрее проедешь на бензине... Быстрее, дальняя поездка на бензине, быстрее, это никто не оспаривает. В России 100%. В Европе она может быть быстрее, может не быть быстрее, там, как ты едешь. Когда мы ездили по Европе, когда в России будут нормальные зарядки, то сейчас, да, спасибо сетям, они сделали быстрые зарядки до Питера. Они, возможно, выбрали не совсем те зарядки, которые нужны были, потому что они летом действительно перегрелись, как у Академика. Это правда, это не постанова. Они действительно перегревались, там, в чате народ писал. Но это буквально было, там, 2-3 дня самой сильной жиры. То есть это не объективный такой критерий? Или все-таки имеет место быть? Ну, как не объективный? Это объективный. В самую сильную жару в Москве эти зарядки, ну, не в Москве, на трассе Москва-Санкт-Петербург на платной дороге, они были перегреты, они не работали нормально. Это плохо. Это проблема не Тесла, это проблема неправильно сделанных зарядных станций, неправильно сделанных охлаждений, чего-то еще. Потому что на суперчарджерах у Теслы такой проблемы не было. Дальше. Зарядка на этих станциях дает максимум 70 кВт. Зарядка на Тесла суперчарджер 200+. 250 кВт, но я сейчас достаточно много суперчарджеров в Америке и в Европе. Соответственно, ты проезжаешь, там, пусть 350-400 км, на это у тебя уходит, там, 4 часа, пусть 3 часа, и ты останавливаешься где-то на полчаса. Через 3-4 часа на полчаса останется выпить кофе, покушать чего-то. Это нормальная история. Ты бы лучше, как опытный Тесловод, проехал, чем академик? Как считаешь? Или по времени имею? Я думаю, да, можно проехать лучше. Люди проезжали быстрее, в чате писали. Ну, сейчас получится быстрее и у академика. Сейчас прохладно, зарядка работает, он бы заехал, она бы быстрее зарядилась. Сейчас и у него получится быстрее, это будет необъективно. Держать скорость, да, включили 100, поехали, она меньше расходует. Ну, это не машина для, там, в комментариях писали, вот, а если я люблю каждый день по 5 тысяч километров проезжать, а если у меня, там, марш-броски каждый день в Москву-Владивосток езжут, ну, не подходит. Вот тогда дизель надо брать. Да, берите дизель и ездите. Я не езжу по тысяче километров каждый день, да, у меня бывают редкие, там, выезды далеко. Для редких это окей. Меня это полностью устраивает. Я не проезжаю в день больше 400 километров по стандарту. Я даже больше 200 редко проезжаю. Если вы проезжаете, вам каждый день нужно проезжать 500+, Тесла не подходит вам. Это не ваша машина. Ну, машину надо брать под задачу, да, есть Dodge RM, есть Nissan Micro. Это машины для абсолютно разных задач, они несравнимы. У электромобиля есть свои задачи. Это стандартная, там, грубо говоря, семья, которая иногда куда-то далеко уезжает. То есть я могу уехать в Тверь, могу в тот же Питер уехать. Да, у меня уйдет там место, там, ты видишь, там, до Питера за 3-4 часа. Ну, замечательно. Я так не доезжаю даже на бензиновой машине. Там место, там, 7 часов на 700 километров, у меня уйдет, там, 8-9 часов. Ну, окей. Раз в год меня это устроит. Вот такой получился опыт электромобиля Тесла в условиях московского трафика. Не могу сказать, что на текущий момент времени автопилот в Москве полностью пригоден к эксплуатации на интуитивном уровне. Но, судя по тому, что они делают сейчас и по результатам того, что мы видим в бета-тестировании, к этому все идет, можно сказать, семимильными шагами. Ну, а что касается остальных эксплуатационных характеристик, уже не первый ролик рассказываем эту тему и чувствую не последний. Всем спасибо за просмотр. Кстати, в ролике забыл еще сказать, делать небольшие замечания. В Тесле Model 3, на которой мы ездили, все зазоры ровные. Но ровные они не потому, что Тесла так сильно исправилась в 2018 году, хотя они действительно стали лучше, а потому что она уже в России перебрана силами EVC и все выставлено на место по зазорам. То есть зазоры могут быть ровные, но нужно доработать напильником в российских условиях. Продолжение следует... Продолжение следует...